Здравствуйте! Сегодня мы поговорим на тему набора мышечной массы. Начнем с питания. Сколько же нужно кушать? Кушать нужно 5-7 раз в день, каждые 2-3 часа. Отдельная тема приема пищи после тренировки. В течение 40 минут вы обязаны или покушать, или выпить коктейль. Так как в течение 40 минут открывается белково-углеводное окно, и всасываемых веществ повышается в 3-4 раза. Если вы не покушаете в течение 40 минут, то организм, чтобы восполнить потраченные калории, начнется с отщепления ваших мышечных волокон. Поэтому, если наращивание мышечной массы, вы будете худеть. Поэтому обязательно после тренировки вы должны покушать или принять коктейль. Теперь коснемся непосредственно на тему тренировок. Вы должны тренироваться 3-4 раза в неделю. Количество упражнений в тренировке должно составлять от 5 до 7, но мое личное мнение не больше 5. Количество подходов 3-4, количество повторов не более 8. Иногда даже 5-6 повторов. Вы должны тренировать силы. Все, что выше 8, это будет уже ближе к силовой выносливости. Сколько нужно отдыхать между подходами? Отдыхать между подходами в базовых упражнениях, допустим, таких как становая тяга, приседания, жим лежа. Вы должны отдыхать не менее 3-4 минут. Допустим, вы присели со штангой с весом 250-300 кг, за 1,5-2 минуты вы просто не в состоянии нормально восстановиться. Поэтому вы должны отдыхать не менее 3-4 минуты. В изолирующем упражнении, допустим, подъем штанги на бицепс, вы должны отдыхать примерно 2 минуты. По времени. Сколько же должна длиться тренировка? Тренировка в идеале не должна превышать 1.15-1.30. Иначе ваши мышечные волокна начнут поедать сами себя, для того, чтобы высыпать необходимую для них энергию. Тренировка более 1,5 часа будет более способствовать похудению вашей мышечной массы, чем набору веса. Организм очень хитрая штука. И жир уходит в последнюю очередь. Если организму нужна будет энергия, он будет ее брать. В первую очередь с мышц. Был у меня как-то один случай. Я начал тренироваться ради эксперимента каждый день, 2 раза в день. Вместо прироста мышечной силы я стал более рельефным, но набрать мышечную массу у меня никак не получалось. Иногда со мной в зале тренировался другой мужчина, который тоже интенсивно тренировался, но 3 раза в неделю. Он был такой, достаточно объемный и сильный. Он меня спросил, сколько ты раз в неделю тренируешься? Я ему сказал, что каждый день по 2 раза в день. Ты знаешь, что сказал мне? Я думаю, какой бы я был бы здоровый, если бы тренировался так же часто, как ты. С гордостью сказал он, имея в виду, что у него такая генетика. На самом деле, дело не в генетике. Если бы он тренировался так же интенсивно и часто, как я, он был бы такой же стройный и рельефный, как я. А может даже и меньше. Мышцы растут тогда, когда они отдыхают, а не тогда, когда вы тренируетесь. Идеальный интервал для тренировок это через день. Допустим, понедельник, среда, пятница, электронник, четверг, суббота.